Кристаллическое вещество с помощью нагреватора нагревает в момент времени t равно 0 до t равно t нулевое. Потом нагреватель выключили. На графике показана зависимость температуры t вещества от времени, какой час идет процесс уплавления вещества. Ну что ж, поговорим о том, что может быть изображено на этом графике. Изначально у нас кристаллическое вещество. Таким образом, чтобы разрушить кристаллическую структуру и перевести все это в некоторое жидкое образование, то есть, допустим, сильно соединенная часть в жидкость, таким способом расплавить, необходимо затратить некоторое количество теплоты. Но перед этим необходимо нагреть вот этот наш кристалл до какой-то температуры, допустим, с единицы до 2. Мы полагаем, что единица в нашей комнате температуры как раз и есть. На первой жутке от 2 до 3 у нас будет происходить непосредственно процесс уплавления. Температура меняться не будет уже. И вся энергия, которая будет подводиться за счет нагревателя, будет тратиться непосредственно переход из кристаллического структура в жидкое. Таким образом, если мы сразу хотим ответить на вопрос, какой час соответствует плавление, то 2 и 3 это будет у нас расплавление. С периода 3 на 4 у нас будет происходить дальнейшее повышение температуры за счет того, что мы будем уже накрывать жидкость нашу, расплавленный металл, допустим. И у нас температура будет расти, что здесь отмечено. Поскольку сказано, что моменты 0 у нас отключили, опять-таки наш нагреватель, то дальше температуры поступать некуда и будет происходить теплообмен между нашим телом или нашей жидкостью и окружающей средой, в которой будет изначально температура 1. В этот момент мы отключаем. Таким образом, сначала температура будет падать на рисунке 4 и 5, потом с промежуткой 5 на 6 опять-таки будет процесс кристаллизации происходить 5-6. И у нас опять-таки температура перестанет меняться. Так как у нас будет происходить просто перестройка структуры, и выделяющаяся энергия не будет происходить к уменьшению температуры. Ну и 6-7 раз будет происходить расхлаждение. Так что, как мы и говорили, что плавление, кстати, на участке было 3. А остальные участки мы сейчас рассмотрели. Все. Спасибо за внимание. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok